Здравствуйте! Сегодня мы с вами научимся выполнять нахождение значения выражения с применением распределительного свойства умножения. Итак, у нас имеется пример. Минус 2 седьмых умножить на 3 восьмых прибавить. Минус 2 седьмых умножить на 5 восьмых. Итак, давайте мы с вами вспомним, что же такое распределительное свойство. АС прибавить ВС. С у нас общее число. Получаем С умножить на скобку А плюс В. Это формула, которая известна еще, наверное, с третьего класса. Значит, в нашем случае мы поступаем точно так же. Значит, сначала мы находим с вами одинаковые числа. Вот оно, минус 2 седьмых. Я это подчеркну. Теперь общее число пишем один раз на первое место. Минус 2 седьмых. В скобке мы пишем то, что останется без этого числа. То есть, 3 восьмых прибавить 5 восьмых. Получаем. Минус 2 седьмых мы с вами переписываем. Умножить. 3 восьмых плюс 5 восьмых. Это 8 восьмых. Ну, а 8 восьмых мы знаем, что это одна целая. То есть, минус 2 седьмых умножить на единицу. И ответ будет минус 2 седьмых. Ну, дело в том, что мы с вами знаем еще и второе свойство. О чем оно говорит? О том, что АС минус ВС. Это С умножить на скобку А минус В. Давайте мы с вами подберем пример на эту тему. Итак, 2 пятых умножить на 3 четвертых. Отнять 2 пятых умножить на 1 четвертую. Вот мы с вами видим, что 2 пятых это у нас одинаковое число. 2 пятых я ставлю на первое место. Скобки будет 3 четвертых минус 1 четвертая. Получаем. 2 пятых мы переписываем. умножить 3 четвертых. Отнять 1 четвертую будет 2 четвертых. 2 четвертых можно сократить на 2. Значит, 2 четвертых это все равно, что 1 вторая. Значит, 2 пятых мы умножаем на 1 вторую. Двойки можно зачеркнуть. Остается 1 пятая.